Приветствуем вас на производстве компании Аквахолт. Бывают ситуации, когда нужно сделать в емкости дополнительный патрубок. Как его сделать? Самый простой способ – использовать соединение болт-гайка. В этом случае у нас должна быть возможность удерживать соединение при затягивании изнутри емкости. Но как быть, если изнутри держать соединение невозможно из-за конструкции емкости? Давайте рассмотрим два варианта решения. Первое – сварка при помощи паяльника для труб. Второе – сварка при помощи строительного или профессионального фена. Внимание! Прежде чем приступить к первому или второму способу, необходимо понять, из какого материала сделана ваша емкость. На 98% она будет сделана либо из полиэтилена, либо из полипропилена. И это хорошо, ведь полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, из которых мы будем делать патрубки, продаются в каждом строительном магазине. И выбор типоразмеров их очень велик. Как узнать, из чего сделана емкость? Для начала прочтите в паспорте на емкость, либо на самой емкости. Если маркировки нет, то можно попробовать узнать опытным путем, припаяв к ней полипропиленовую или полиэтиленовую трубу. Итак, будем считать, что мы определили, из чего сделана емкость, и это важно. Теперь рассмотрим первый способ приварки фитинга к емкости при помощи паяльника для труб. Для этого просверливаем в емкости отверстие необходимого диаметра. Нагреваем отверстие и трубу при помощи паяльника. Затем соединяем аналогично пайке труб, без прокручивания и удерживаем порядка 7 секунд. Все, соединение готово. Приварка патрубков при помощи строительного фена. Аналогично высверливаем отверстие в емкости. Протираем и обезжириваем поверхности, вставляем фитинг. Привариваем в один или три прутка патрубок к емкости. Аквахолт. Чистая работа, без лишней воды.